очень сильно это очень сильно изменило и я вот очень хорошо это вижу на студентов когда они наступает момент к нужно работу искать там дай вот мы начинаем там расскажи себе или там а почему ты вот там как ты пришел в профессию это вот такие вопросы вроде они несложные но там по 5 по 6 по 7 слоев какого-то больше то ты с него снимаешь и снимаешь и снимаешь пока он станет тем кто он есть человек естественным образом навешивает на себя всякой дряни чтобы соответствовать вот вот кому-то там родителям школе там я не знаю там партии правительства там я не знаю кому людям вокруг и он косит все время понимаешь он не свою жизнь рассказывает есть когда человек искренний натурально искренне вот как святой понимаешь ты святой лишь боже какой человек самое сложное быть собой вот если вот ты ты я вот мы каждый из нас если нам как-то вот дать возможность быть самим собой абсолютно прекрасно но проблема в том что мы не можем себе позволить быть сами собой как нас так приучили что нельзя быть самим собой а нужно соответствовать слава богу у нас нет такой проблемы что люди скажут или там что соседи подумают или это то и вот когда ты попадаешь сюда у тебя есть возможность с одной стороны быть самим собой а с другой стороны радоваться жизни и не думать о том что кто-то чего-то тебе где-то помешает и мы его советы обсуждали неоднократно что когда мы жили там я хочу сказать там и сейчас то же самое у тебя общаюсь очень много с людьми из разных стран большего ссср там сейчас то же самое ты знаешь что тебе не дадут достичь того чего ты мог бы и хотел бы достичь тебе просто не дадут здесь ты живешь и ты знаешь что все что ты в состоянии сделать ты все сделаешь тебе мешать не будут то есть может и сам не станешь или не захочешь или передумаешь или что-то но мешать те никто не будет я там писал в этой книжке историю как это было чем гараже у нас сидели где-нибудь год 94 и там брат сестрой там из киева были люди и значит я спрашиваю а то рецессия было увольнение все были ну я такую тему вел что если вот дела плохо пошли кого первым уволит ну понятно было что вот скажем тест они там программист ну я говорю кого первым уволить и так все так так глазки прячут значит а этот вот так вперед подался у меня челюсть это глаза такие голубые на выкате может лет 45 лицо красное неужели евреев но 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 он же там 45 лет с этим прожил поэтому ну конечно конечно потихоньку с тебя сходит и ты начинаешь уходить из состояния когда тебе обязательно помешают и всегда кто-то виноват по что гешну если кто-то виноват наверное это я можете еще не так сделал поэтому конечно это очень очень очищает вот вот жизнь есть просто жизнь очень очищает она смывает налет вот этого не своего поэтому и это сразу видно когда человек врет когда он не искренне когда он миллионы там миллионы просмотров на google и там tell me about yourself why should we hire you какие у тебя выкнется у меня пять сорок две книжки есть по поиску работы для коллекция хороших 39 на вопрос какие у тебя недостатки учат как собрать лучше закосить за такой варкоголик что я остановиться не могу все думаю думаю или там превратить до недостаток кому превратить достоинство период видео на ютюбе была женщина такая с неприятным таким лицом и говорит ягодь все знают что я в бич да ведь но да это видно кстати там не то что много в этом есть плюс это и такой биталка я проект если обо время бояться со мной связываться знаю что я там не спущу тебя вовремя сдаю а есть полно людей очень симпатичных и тоже вовремя сдают поэтому и вот учат как собрать как закосить так что поэтому когда ты искренний совершенно и вот он все двери открывает уже энергетика значительная часть общения невербальная вот ты может и и сказал и не сказала а все равно поняли чувствуется чувствуется есть фраз потрясающая три дня три дня ходил с этим где-то семинарию услышал три дня с этим ходил пока принял эту фразу звучало так ты не декану цейдерон цель to the right person то есть если человек правильный ну ты хочешь что скажи но все равно он понимает то есть есть что-то кроме слов ты можешь погуглить правильный ответ но если не твой ответов и вот это вот вот это вот есть ответ будь самим собой во-первых ты больше удовольствия от жизни получишь во вторых тебя любить будут больше все остальные люди то есть ты будешь что-то такое туда отдавать что будет возвращаться к тебе троекратно хорошем отношении у григория горя есть такая фраза думай что говоришь когда говоришь что думаешь поэтому не всякая правда это то что ты переносишь на интервью допустим тебе нужны деньги ты почему ты стал тестером ну ты же не говоришь потому что деньги нужны это почему ты стал тестером и стан я не знаю из бухгалтеров но ну но с другой стороны вот спросите врача почему врач стал врачом он же вам не скажет что деньги люблю он сказать я люблю людям помогать но ну правильно вот это должно быть частью правды это часть это часть правды иначе если он не любит людей а как он может каждый день он выбирал профессию которая дает определенный уровень жизни обеспечивания у меня была у меня была девочка 23 годика закончила вот хэверовский университетом как-то сейчас по-другому называется китаяночка такая ласточка симпатюля такая глаза горят прямо такая и мастер деги компьютер сами я не говорю так как ты себя видишь так лет через пять вот о наивных людях обыскренних она говорит инбитви нас я бы хотела быть там джойма и мамы фэшн дизайн бизнес я говорю так а чем бы ты сразу не пошла в фэшн дизайн бизнес она говорит денег надо заработать чё же без денег приду я ну да а так ты могла бы в университете уже изучать фэшн дизайн что что компьютер сайта изучала а ведь это мой быка правда но она правда подожди подожди она правда никто не хочет быть ее быком между надо кому-то ты можешь взять его на работу и жизнь изменить а тут какой-то бы как-то с одной стороны с другой стороны если мы с точки зрения того что ты не можешь сказать рон цинк тузырай персом если я сырай перс я понимаю что ребенок и 23 годика она еще никогда в жизни не работала жизни не знает у нее горят глазищи она может быть через год там уже будет там подстольник получать а еще через два будет уже менеджером я у нее абсолютно изменить представление о жизни поэтому важно что она говорит ну какая разница что она говорит у нас была женщина одна лет 45 всю жизнь занималась тем что по домам убирал ее сосед привел к нам в школу просто от депрессии она была в депрессии дико он просто за компанию с собой возил и когда дошло до уже поиска работы она в одном из домов где она убирала там поговорила с хозяйкой а у него уж кран компанией владел и они были так потрясены что вот человек убирается тестирование изучает итоги хочу с ней поговорить короче она пришли пришла к нему поговорить а у нее вид такой тоже соответствующий профессии ну и так значит и он не говорит слушай я смотрю на тебя думаю неужели это все из-за денег говорит он ей то ему говорит ты знаешь может быть мне говорят нельзя на интервью про деньги разговаривать но вот ты мне скажи ты видел женщины которые деньги не нужны и и взяли и взяли на 40 тысяч немного взяли там на работу и она через месяц пришла там на уроке кому-то посидеть и неинтересно все уже знаю там и больше я не видел но ты должна быть искренним человеком с одной стороны но но понимаешь помимо того что искала какую-то ерунду может быть очень важно иметь что-то за собой что это ерунда уже не имеет значение с одной стороны с одной стороны я помню у нас первые секунды как-то отпустила что-то такое как раз легко стал с другой стороны ты не работаешь ты не зарабатываешь ты чувствуешь себя не поймешь где а мы еще молодые ребята были там 3 4 35 лет ну что мы хочется востребованность какую-то и еще по-английски но свет еще как-то говорил нет вообще никак и работы нет как раз рецессия была вообще никакой равно но вообще вот паночку сейфа переставить сейчас подходишь по улицам требуется требуется тогда не было у меня был был момент я прям кум в горле стоял